Доброе утро! Объединяла людей, которые своими руками делают различные изделия. Столярные изделия, изделия из кожи, изделия из дерева и так далее. И вот сегодня, уже более трех лет, в Крыму объединили мы ремесленников в ремесленную палату Крыма. Радует то, что с каждым годом наши мастера все больше и больше набирают оборотов, можно так сказать, как в творческом плане, так и в количественном плане выпуска своих изделий. И если раньше это были такие единичные одно-два изделия, то сегодня уже мастера готовы предоставить и подарить, в первую очередь, жителям Крыма, гостям Крыма, ту удивительную, единственную, неповторимую сувенирную продукцию, которую делают именно наши крымские мастера. И вот итогом уходящей осенью, а сегодня первый день зимы, я вас тоже поздравляю, была выставка, на которой мы принимали участие, она проходила в рамках уже ежегодного бизнес-форума, который проводит Министерство экономического развития Крыма. И на этом форуме была выставка товаров и услуг и ремесленнических изделий, мастеров нашего Крыма. В выставке принимали участие не только ремесленная палата, но и мастера, и ремесленники из других регионов Крыма, и даже к нам гости приехали. И вот что порадовало нас, и что порадовало гостей, которые были на этом форуме. Гости были из Москвы, были из Казани, были из Ростова, Краснодарского края. Поразила их самобытность, в первую очередь. И второе, то, что нас особо интересовало, какая же государственная поддержка сегодня есть этому малому бизнесу, который начинает развиваться у нас в Крыму. И мы услышали из первых уст начальника управления Министерства экономического развития, именно которое занимается сегодня финансированием и поддержкой программ малого предпринимательства, потому что сегодня в Российской Федерации есть целая программа поддержки ремесленничества. Это деньги, которые сегодня предусмотрены в федеральном бюджете. В первую очередь это на выставочную деятельность, на издание различных буклетов, самое главное на мастер-классы и обучающие семинары. Мы сегодня столкнулись с тем, что мастера наши готовы показать свои изделия не только в Крыму, но и за пределами Крыма. Но, конечно, сдерживающий фактор – это затратная часть перелет и стоимость нашего выставочного места, где это можно было принимать участие. Сейчас будет проходить большая, очень большая ежегодная выставка в Москве «Ладья». Несколько наших мастеров едут, но могло бы больше поехать. И вот я думаю, что вполне думаю, это будет решен вопрос. В 2015 году у нас будет возможность уже при поддержке финансирования из федерального бюджета, из нашего республиканского бюджета, представлять наших мастеров на выставках не только в Москве, но и в других регионах Российской Федерации. С тем, чтобы они могли узнать, увидеть, перенять наш опыт. Естественно, что мы хотели бы и поучиться у них. То есть учиться всегда не поздно и всегда надо. Расскажите, чем характеризуются именно крымские мастера? Чем именно крымские ремесленники отличаются? Ну, вы знаете, конечно, ну вот последние выставки, да, наши гостей удивила работа одного из наших мастериц, которая делает очень интересное изделие из сосновой иглы. Вот именно из сосновой иглы, это наша крымская сосна. И та техника, которую она показала, они вообще-то сказали, что мы такое впервые видим, да. Ну, знаменитый наш курс у нашего мастера свистульки. Вот тоже очень интересный. То есть у нас есть такие вещи, которые сегодня удивляют наших гостей вот с континента, можно сказать, да. Очень интересные у нас изделия из батика, хотя батик, в общем-то, он известен, да, но опять-таки школа и вот направление, и та специфика, которую показывают в своей работе наши два мастера, они, в общем-то, узнаваемы сразу и довольно-таки интересны в исполнении и сегодня пользуются большим успехом. И таких мастеров я могла бы сегодня перечислить очень много, это и наши кузнецы, а изделия из кожи. Ну, это удивительно, да, хотя нужно сказать, что это ремесло, оно уже сегодня у нас забыто, а когда-то изделия из кожи наших мастеров из кожевеников Бахчисарая, которые работали в Евпаторе, это ведь были, эти изделия славились, и софьяновые сапожки, которые делали, да, и в бытовом уровне, на бытовом это уздечки, потому что в Крыму было много и осликов, и коней, то есть вот на бытовом уровне это тоже большим пользовалось спросом. Поэтому наша задача сегодня возродить те ремесла и промыслы, которые были характерны для Крыма, опять-таки идти в ногу со временем, потому что вот из опыта наших коллег мы смотрим, да, хорошо развиваются народные промыслы, есть две ассоциации народных промыслов и ремесел в России, есть ремесельная палата, но иногда опять-таки вот наши коллеги говорят, что да, хохломская роспись, она хороша, но надо сегодня какие-то вот новые тенденции в моды следить за этим, смотреть и привносить вот что-то в это изделие, вот какую-то новизну, да, чтобы оно действительно радовало и было приятно в интерьере на бытовом уровне. Поэтому вот наши мастера, нас еще подхлестывает то, что сегодня очень мощно заходит на сувенирный рынок изделия, которые в массовом масштабе выпускаются в Китае. Вот, и это как бы вот подхлестывает с одной стороны, да, потому что смотрим, что вот в этом году это изделие было нашими мастерами представлено. Буквально через полгода она в массовом исполнении уже на прилавках магазинов, вот частных лавочек, где продаются сувениры. Да, и поэтому это подхлестывает, да. Еще очень интересное направление, с которым мы сегодня работаем, это вот с двумя министерствами, министерством курортов и туризма, министерством культуры, это арт-туризм. Художники готовы приезжать к нам в Крым, и они уже приезжали к нам. И это может быть круглогодично, это не только вот летом, да, но это Крым интересен и зимой, потому что пейзажи Крыма, они всегда, вот времена года, было на выставке представлен фотоальбом времена года, где не только осенне-весенне, но и зимние пейзажи. Поэтому сегодня Крым интересен и с этой точки зрения. Вот эти тоже как туристы, да, это тоже туристы, арт-турист, арт-туризм, они могут приезжать к нам, и мы готовы к тому, чтобы их принять, показать, разместить на тех сельских усадьбах, не в гостиницах, а именно на сельских усадьбах, и показать все прелести не только южного берега, но и нашего истепного, и предгорного Крыма, с тем, чтобы люди, когда это готова будет картина, она радовала и показывала, напоминала о том, что Крым прекрасен, и не только своим южным побережьем, но и горной, предгорной и степной частью. Что касается, мне кажется, нужно вернуться к массовому производству из Китая. В любом случае, если что-то производится в Китае, и это является копией какого-то оригинальной работы мастера, это же не сравнится с ручной работой, когда мастер вкладывает сердце в каждое изделие, в каждое движение. Тогда ценизили, в любом случае, они будут покупать именно качественный продукт. Вы знаете, вот как раз на этой выставке и подчеркивалось, что вот те изделия, которые были выставлены, те же куклы у нас, очень много сегодня мастеров, которые делают куклы, те же гончарные изделия, та же вышивка, и они неповторимы. Сегодня в Симферопольском художественном музее, музее города Симферополя, и завершая эту работу уже наша выставка, ремесленные палаты, где можно посмотреть и познакомиться с некоторыми направлениями. Да, это осенняя у нас была выставка. Но опять-таки повторюсь, что вот гости были удивлены и поражены техникой исполнения и качеством уже. Вот это нас радует, что уже качество совершенно другой уровень приобретает. И вот с каждым годом мы отмечаем, что мастера наши растут. Я начинала с этого, что растут они именно понимание рынка, что сегодня на рынке востребовано. Они очень отслеживают это и, как говорится, знаете, видят, слышат и тут же пытаются. Отстроятся. Не только пытаются, но тут же адаптируют. Адаптируют и тут же на рынке появляются и радуют глаз те новые изделия, которые появляются. Но самое главное сегодня у нас задача, мы это говорили и с министром экономического развития на этом форуме, вопрос для мастеров, где это можно реализовать, а для наших любимых гостей и, в первую очередь, жителей Крыма, где это можно купить. И вот сейчас, в преддверии Нового года, мы хотели бы, чтобы тот же городской совет, по аналогии других городов, вот эти предпраздничные новогодние ярмарки, где могли бы мастера продавать свои изделия, а жители Симферополя и Крыма не думали бы судорожно, что купить, что купить, могли бы знали, знали, что место, куда пойти и где можно купить. Тем более, что сегодня мастера уже подготовили к Новому году очень много новогодних подарков, и предшествующий, вот стучится к нам, остался месяц буквально, уже копытками там вьется, овца и говорит, пустите меня в 2015 год, я вас уже жду в 2015 году. Вот, то есть сегодня вот этот позитив и те изделия, которые делают мастера, они, знаете, вот они позитивные, они все такие вот радостные, вот с улыбкой делаются, потому что действительно, вот я правильно поддерживаю вас, что изделие то продастся, которое сделано с душой и сделано для человека, не просто вот... Конвейер просто поставили и все одинаково штампуются. Да, вот каждая изделия, она несет действительно вот частичку тепла и души этого мастера. Ну, плюс поддержка отечественного производителя. Да, конечно. Кстати, вот по поводу этого, мы уже можем выйти на российский рынок полностью, из Крыпа выйти на российский рынок и заявлять с уверенностью, что мы в качестве не хуже, а вот в некоторых моментах, вы говорите, даже преуспеваем. Даже лучше, да. Ну, я говорю, что вот те выставки, в которых мы уже участвовали, это выставка в Москве с Министерством курортов и туризма, выставка в Сочи с Министерством культуры. Вот последняя выставка в Сочи показала, что Крым достойно представляет сувенирную продукцию и отличается, то есть крымские сувениры, они на фоне других регионов, которые были представлены Российской Федерацией, они сразу видны. Потому что, ну, как мне сказали наши участники, что там много было изделий, которые там и из музея взяли для интерьера, для того, чтобы представить хорошо свой павильон, да, да. А там были представлены мастера и с нашими изделиями, поехал там 2-3 человека, но была представлена ремесленная палата и их работы в разной технике. А что конкретно, что выставили? Что показывали, да. Ну, показывали и кожу, и батик, и гончарные изделия, и столярные изделия, и кузнечные изделия, то есть из металла, артметалла, самую разную палитру. И этим отличается наш Крым, что, во-первых, он многонациональный, и мы сохранили и сохраняем традиционные, вот те ремесла, которые были, и крымско-татарская, и русская, и украинская, и болгарская, и немецкая, и греческая. И вот это как раз вносит разнообразие, как бы палитра разных цветов, разной техники и разных культур. И в этом особенность нашего Крыма. Большое спасибо за беседу. Мы желаем успехов в вашей палате. И процветания. Мы желаем успехов мастерам. Конечно же, будем всегда гордиться своими крымскими мастерами и уверены, что представить Крым они смогут как можно лучше. Всегда рады успехов. Нам действительно есть чем гордиться. Да. Спасибо. У нас сегодня в студии была Наталья Гордецкая, председатель правления ремесленной палаты Крыма. Наталья Гордецкая